Радио «Вера» представляет Преподобный Максим Исповедник родился в Константинополе примерно в 580 году. Знания и добросовестность позволили ему стать первым секретарем византийского императора Ираклия. Но придворная жизнь тяготила его, и Максим принял иноческий постриг. В 633 году Максим уехал в Александрию по приглашению тамошних богословов. Главной задачей его проповеднической деятельности стала борьба с ересями монофизитов и монофилитов. Первые признавали только одну – божественную природу Христа и отрицали человеческую. Вторые ввели следом понятие единой божественной воли и действования. Максим Исповедник стал инициатором созыва Латеранского собора, осудившего монофилитство. Но среди сторонников ереси было немало влиятельных людей. Максима обвинили в измене Отечеству и заключили в тюрьму. Преподобного подвергли жесточайшим пыткам. Ему отрезали язык и усекли правую руку. Затем его сослали в Колхиду. Но Господь явил чудо. Максим обрел способность говорить и писать. Преподобный Максим Исповедник оставил церкви большое богословское наследие. Прославляя Максима Исповедника, церковь чтит его решимость и верность Божией правде. Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь преподобного. Мы поздравляем именинников и вместе с ними обращаемся к святому Максиму Исповеднику. Моли Бога о нас. Преподобный Максим Грек жил на рубеже XV и XVI веков. Он был сыном богатого греческого сановника. В юности Максим много путешествовал и изучал языки и науки в европейских странах. Он принял монашество в Отопецкой обители на Афоне. В это время великий князь московский Василий Иоаннович пожелал разобраться в греческом архиве своей матери Софии Палеолог. Он попросил константинопольского патриарха прислать ему ученого грека. Так Максим прибыл в Москву. Он занимался не только архивом, но и перевел на славянский язык различные богословские и богослужебные труды. В то время великий князь Василий Иоаннович намеревался расторгнуть свой брак с супругой Соломонии из-за того, что та не могла родить ему наследника. Максим выступил с осуждением этого поступка. Преподобного заключили в темницу. По преданию к нему явился ангел и сказал «Терпи, старец, этими муками избавишься вечных мук». Через шесть лет заключение заменили ссылкой в Тверь. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. Он продолжал трудиться, переводил псалтирь с греческого на славянский язык. Академик Дмитрий Лихачев назвал преподобного Максима Грека первым интеллигентом на Руси. Подвижник, связавший свою жизнь с Россией и сегодня пребывает на русской земле. Его мощи покоятся в трапезном храме Троицы-Сергиевой лавры. Поклоняясь честным останкам святого, всякий паломник просит его молитв. Обратимся и мы к преподобному Максиму Греку. Моли Бога о нас! Святая мученица Агния родилась в Риме в Третьем веке. Она была воспитана в христианской вере и решила хранить целомудрие. Когда она отказалась выйти замуж за сына городского начальника Симфрония, один из приближенных открыл ему, что Агния – христианка. Озлобленный правитель решил подвергнуть деву бесчестью и повелел публично раздеть ее. Но Господь не допустил поругания святой. На голове ее мгновенно выросли густые длинные волосы, скрывшие тело от людей. Она будто облеклась небесным светом, помрачавшим зрение всем, кто смотрел на нее. Сын правителя хотел осквернить деву, но пал мертвым, едва коснувшись ее. По горячей молитве Агнии он воскрес и провозгласил «Один Бог на небе и земле, Бог христианский». При виде этого чуда многие уверовали и крестились. Агнию пытали и казнили. На могиле святой не раз происходили чудеса и исцеления. Православных мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим. Сегодня свои именины празднуют все названные и крещенные в честь святой Агнии. Преподобная молится перед Богом о всех, кто носит и почитает ее имя. Поздравляем именинниц с праздником и вместе с ними чествуем сегодня святую Агнию и просим ее. Моли Бога о нас. Ватопецкая икона Божией Матери от рада или утешения находится в древнем Ватопецком монастыре на Афоне, в храме Благовещения. История этого образа связана с событиями, происшедшими в 807 году. Шайка разбойников, решивших ограбить Ватопецкий монастырь, высадилась в темноте на берег. Они укрылись в окрестностях, намереваясь дождаться открытия ворот обители. В это время закончилось утреннее, и братья стало расходиться по кельям для отдыха. В церкви остался один настоятель монастыря. Вдруг, отстоящий вблизи иконы Божией Матери, он услышал женский голос, предупреждающий об опасности. Игумен устремил свой взор на икону и увидел, что лики Богородицы и Богомладенца изменились. Младенец Иисус словно поднял свою руку в тревожном жесте, а Богородица еще два раза произнесла те же слова «Не отверзайте сегодня врат обители, а поднимитесь на стены монастырские и разгоните разбойников». Пораженный Игумен тотчас собрал братья. После благодарственной молитвы перед святым образом, воодушевленные иноки поднялись на монастырские стены и успешно отразили нападение разбойников. Чествуя икону Божией Матери, именуемую Утешение, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Пресвятая Богородица, спаси нас!